Между тем власти Москвы уже обиделись на Мосгурсуд, который, напомню, накануне совершенно неожиданно для многих встал на сторону оппозиции. Напомню, судебная коллегия признала незаконным отказ в проведении Дня гнева 20 марта на Пушкинской площади, но городские власти с судьями не согласились. И, выдержав паузу в одну ночь, выступили сегодня с ответным заявлением. Лаконичным, но очень емким. Из официального ответа пресс-службы мэра Москвы. В связи с несогласием с определением коллегии по гражданским делам Мосгорсуд, правительство Москвы будет обжаловать данное определение в вышестоящей судебной инстанции. 20 марта оппозиционеры не смогли добиться разрешения акции около мэрии. Им предложили митинговать на Болотной площади, что разгневало протестующих еще больше. Они все равно пришли к памятнику Юрию Долгорукому. В результате десятки человек оказались в отделениях милиции. После вчерашнего решения Мосгорсуда у них появилось право обратиться в суд с исками о возмещении морального и материального ущерба. И это право они намерены использовать сполна, заявил Дождю Сергей Удальцов, координатор движения Левый фронт и один из организаторов Дня гнева. Обязательно будем. Было задержано там порядка 70 человек. Мы, естественно, подаем сразу заявление в мировой суд о пересмотре дела. После этого мы выдвигаем иск уже к правительству Москвы. Может быть, совокупные ГУВД, когда людей по асфальту таскали. Это серьезный моральный ущерб. Я думаю, это будут дали приличные суммы. И вчера же Мосгорсуд встал на защиту сексуальных меньшинств. Власти города должны до 14 октября предоставить доказательства того, что участникам отмененного мэрии майского гей-парада действительно что-то угрожало. На этот выпад Мосгорсуда мэрия пока никак не отреагировала. Владимир, к вам вопрос. Вот по-вашему, это что было за такое неожиданное решение Мосгорсуда? Ну, с одной стороны, может быть, какие-то новые ветры веют, да, и там московские чиновники начинают перестраиваться, чувствуя, что старый начальник уходит. Ну, хотя там много всегда было странностей. В последнее время там Немцов реально почти выиграл в суды у Лужкова. Почти не считается. Ну, потому что там требовали очень много фактов в докладе про Лужкова признать недействительными, а всего две фразы абсолютно общие. Как бы в итоге суд признал там несоответствующей действительности. Подавляющее большинство фраз, которые оспаривал Лужков и Батурин, суд оставил как бы в силе, и Немцову за это ничего не было. Поэтому, в принципе, мы сталкивались уже с примерами вот такого поведения. Но то, что вот сейчас особенно для московских властей вот этот принципиальный момент, когда они запрещают уличные акции в тех местах, где им не нравится, и тем людям, которые им не нравятся, это для них принципиальный политический вопрос. И, конечно, московские судьи должны были понимать, что они пошли наперекор власти именно в принципиальном вопросе. Смотрите в базовом пакете НТВ+.